всем хорошего дня вот сегодня понедельник тепло 20-25 градусов где-то сейчас все светит в парке я тоже шел погулять с автосервиса вышел шел домой побил чаю думаю пойду вот людям покажу природу как сейчас вот цветет все вот смотрите деревья даже такие цветут вот смотрите вот она я не знаю как она называется она тоже мимоза вот она мимоза только на поздно вот это вот смотрите вот мимоза смотрите красота какая вот так что ну вот так вот виду как вы видели я при вас я задавал вопросы и основной вопрос у меня был такой я говорю что я вам сделал такого что заехал мухтару показали ему он говорит слушай теперь будешь горд покупать другом месте жилье пожалуйста сначала горд узнай про соседей надо будет горд я тебе помогу пойдем год узнаем кто чего там будет по соседству я горят и сам знаю пока его надо терпеть вот поэтому я всем говорю ребята при съемке квартир очень легко мне понравился сосед короче или чё там это чуть чудо начали вот вы можете эту квартиру сдать за взять свой депозит и ушел к другую квартиру или же тот который вам сдал квартиру он сам наведет с ним порядок он и разберется и все все а вот когда купите в эту квартиру ребята порой переплачивая да порой переплачивая а вот тогда ребята у вас выхода нету вам надо будет терпеть эти пять шесть лет а то и семь лет пока не получите заветное как говорится гражданство вот поэтому вам придется терпеть зубы скрипит терпеть или же купить другую квартиру туда перепрописаться чтобы не было у вас отрыва вот пятилетнюю вот это срока и уже продать свою она такой у кого деньги сразу чтобы две квартиры будет вот поэтому я хочу сказать что при выборе соседей очень большое значение имеет вот этот факт что соседи должны быть нормальный такого же уровня интеллекта как и вы сами а таких здесь много таких здесь много вот но хочу сразу сказать что я вам показывал центре вот эти те где интеллигенция живет вот там вот квартиру не купите там очень дорогие квартиры во первых там на продаже ни одно слово не написано что в саталок я там с их ним капоти разговаривал с их направляющим у нас все внутри себя перепродается своим знакомым своим друзьям хотя до маму же там 30 35 лет вот поэтому люди знают кому что как ну и когда вот у меня недавно были друзья они мне звонят вот мы таком-то район нам риэльтора год показывают и называют район и дешевых квартир я одно слово сказал я не стал их отговаривать я лично бы я там не купил все они купили другом месте все нормально отлично все хорошо вот поэтому может быть шикарная квартира шикарный кругом вид вот все такое но но извините жить я там вам не будет вот ваше имя будет я банджи конечно здесь закон работает закон вас защищает но вам опять же надо ходить найти адвоката с этим адвокатами ты подавать на них суд и суд будет на вашей стороне это без разговора но опять же так возня понимаете это возня я хочу вам лимону показать на той стороне лимоны поэтому вот видели же а деду сказал это чего нет это не могли ну наверное дети но еще никто не сказал что вот ой вы же понесли вы это самое лучше давайте поможем оплатить это в бедах никто не поможет даже друзья друзьям обращайся вот ну помоги вот у меня вот такая беда никто не поможет человек со своей бедой всегда остается сам человек и умирает один помните это вокруг будут тысячи друзей тысячи друзей а умирать будь то на день вот и лежат будет гробу могиле один вот поэтому думаете головой вот лимона смотрите еще даже не убрали апельсины вон там вот думаете головой не делайте ошибок никаких не суетесь куда не надо как говорят нос свой вот обратятся к вам за помощью можете совет консультации дать свое уровне своих познаний скажите а нет все до свидания недавно мне мой земляк звонит ну не звонит смс который я бы хотел позвонить я бы в этих районах нахожусь я говорю извини я сейчас не могу ни с кем вот хотя мой земляк вот у меня есть друзья вот брать у меня сбоку вот у меня сестренка брат с москвы которых я знаю вот казахстана хватит мне хватит мне зачем много друзей много проблем много знакомых на фиг это надо поэтому живите тихо спокойно вот без всякой головной боли вот если не дай бог от сама вот такими соседям вы друзей еще заведете будто они по вам приходит сразу на вас настучат что здесь вы устроили пьянку хотя вы там его не устраивали здесь вы устроили то и это 5 10 не давайте повода поэтому вот жить вот эти годы очень это самое это считаете что вы находитесь колонии поселений только хорошем месте хорошей погоды с морем под неусыпным надзором ваших соседей под неусыпным под неусыпным я сразу говорю вот поэтому при покупке квартиры не торопитесь и сначала полу соседи окружении вокруг даже кабаку соседних домах даже как и люди же потому что вашим детям придется с ними играть вот или что-то вот общаться хороших районов очень много хорошими людьми очень много но процентов 20 30 вот так вот есть и и и кстати 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 сейчас цены почти равнялись с этим и таких районов тоже дорогие квартиры но если вы уже платите деньги вы платите уж и за хороших соседей тоже не смотрите на шикарную квартиру а в основном знаете нашу губит наша основная проблема я по себе хочу сказать вот сейчас вот у положа рук говорится на сердце мы в снг и в россии везде пасы по советскому простанцы привыкли к квартирам от 18 квадратов 30 35 редко около 50 60 квадратов а здесь однушка однушка один плюс 60 70 80 квадратов понимаете ну сейчас тоже строить там сейчас же и в снг и в россии строит так и однокомнатные который под 100 квадрат но я имею ввиду вот из бывших квартир вот который мы жили привыкли жить и когда нам уже мы приезжаем сюда предлагают вот например квартиру так с отделкой сейчас мы приходим в рожь для нас это непривычно потому что мы привыкли покупать черновую которую надо ремонтировать о которую надо белить красит электропроводку сантехнику проводить все 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 надо это делать для нас это дипка году вообще у ура ура вам покажется это дворец но хочу вас разочаровать ребята стены я вам уже показывал начало строительство ход конец строительства стены очень тонкой 25 сантиметров это раз стену вообще тепло не держит вот звукоизоляция тоже извините ну какая звукоизоляция когда извините надо 4 квартира отдавать хозяин земли 4 квартир надо давать хозяин земли из 8 квартир вот на этих четырех квартирах это застройщик должен и построить и коммуникации кухонный гарнитур и ремонт все все он должен делать от и до сдать сейчас извините все дорого поэтому он экономит на всем поэтому и гидроизоляция такая вот звукоизоляция теплоизоляции это все это ерунда вентиляция то же самое понимаете вот поэтому полы я вам уже говорил же миллион раз полы здесь бетонные сверху тоненький вот этот ламинат и все на этом холодрыга если у вас нет отопления но если даже вас есть отопление отопление если у вас толстых ковров не будет зимой да вот 45 месяцев вы будете болеть сопет потому что человек болеет от пяток от пяток и до от головы вот человек должен что защищать вот старые люди моего поколения да они скажут сразу правильно потому что голову надо защищать и ноги вот это два места вот от мороза а здесь это все страдает понимаете горна гата и постоянно ходить тапочка в квартире вот теплых тапочках тоже надоедает хочется босоногим ходить а пол холодный извините вот у меня даже сейчас я батарею выключаю днем да вот ночью вечером до ночью хотя на улице грета градусов 10-12 до тепла более нога замерзать начинает ребята аж до мозгов доходят хотя два слоя вот это ковру воды ты бесполезно и с наступаешь вот такими потому что плиткой обложено всю а нужно чтобы деревянное было хотя бы тонко дерево двадцать пятка вот плотники скажет мне что я сам в школе еще плотническим делом занимался и подрабатывал в десятом классе вот плотником я знаю что это такое двадцать пяткой хотя вот так застелить лаги поставить маленькие лаги и тепло будет лежи на этих полах но это опять дорога 5 затраты но я говорю еще раз если надолго пришли надо хотя бы двух комнатах это делать где спите и где зал это надо делать вот вот такие дела ну да ничего завтра должны вроде привести это стекло оплата конечно очень большая здесь очень большие цены на ремонт на все на все три-четыре раза дороже чем это как россии а машины три раза дороже я вам уже показывал машины здесь роскошь вот такие дела дорогие мои он люди занимаются спортом коллективно вышли все давайте вам покажу как они коллективно занимаются молодцы ребята молодцы возрастные люди возрастная группа пенсионеры все вот они на траве но и молодые среди них и чего смотрите и чего все спортом занимается гимнастикой на газоне видите его вот так вот на солнышке все вышли местные люди это собрались и все я говорю же есть хорошие очень много но вам надо знать где вы покупаете квартиру опять же я говорю много 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 хороших людей ну вот так же вот у меня вопросы задали вчера фейсбук где-то не надо еще турецких новостях было вот россиянку стамбуле избивали два дня могут это самое вот сорокалетним каким-то этим связала с ренатом вот так вот так это тоже все от нас самих зависит от нас самих зависит среди моих друзей вот таких нету среди моих друзей вот таких людей нету им даже даром сказать у меня есть очень много турков парней которые фирмами командует все все среди них есть много женатый конечно есть парочка который не женатый да будем говорить так условно но они нет у них они хотят только на своих жениться и все потому что здесь это как бы ну типа так вот семейственность понимаете вот и вот так вот интернет им сидит некогда им соцсетях сидят некогда я же сказал я сейчас вот это все закончу тоже мне закончится дай бог все нормально я уже уйду от этого мне нафиг это делам будут заниматься мне нафиг это надо я чтобы с ума не сойти показывай готовку показывай чтобы с ума не сойти вот а так метод даром не надо этот фейсбук извините за выражение гробу видал и все фейсбук и все остальное не хочу я мне это соцсети не надо и нужны эти соцсети мужик должен работать зарабатывать деньги все а когда они сидят вот такие они вот и специально с как целью сидят понимает есть такая категория людей и наш попадается и чё теперь обо всех судить вот так что ли все вот такие мол нет такого наши сам попадаются наш сам попаду сами нарываются вот сами нарываются вот такие дела ребята всех вам благ хорошего настроения все будет хорошо вот пока пока